привет друзья с вами как всегда я Наталья Качанова Роудс и я рада видеть вас на своем канале сегодня для меня важное видео важно тем что я готова поделиться с вами своими размышлениями на тему духовного развития размышлениями которые волнуют меня тем чем я живу последний год полтора что я внедряю в свою жизнь что я практикую поделиться хочу с вами результатами вот этих практик и я буду бесконечно счастлива если мои мысли будут резонировать с кем-то из вас и возможно вы тоже уже на своем пути своего духовного роста и развития и если мои мысли резонируют с вами напишите я буду там очень рада и буду также рада если кто-то из вас просто задумается над тем как вы живете что вас волнует что вас интересует возможно есть какие-то аспекты жизни которые вы бы хотели изменить и вполне вероятно что вот это мое видео сегодня вам в этом поможет меня последнее время очень занимает тема осознанного творения мне она очень откликнулась возможно для кого-то уже не является столь новой не говорят последние скажем 10-15 лет но ко мне она пришла вот сейчас последний год полтора она меня ко мне пришла захватила меня и я очень много смотрю читаю на эту тему применяю в своей жизни и отслеживаю как меняюсь я сама что меняется сейчас в моей жизни конкретно и вот хочу с вами этим поделиться и так что такое осознанное творение вы понимаете бизнес тренер во мне все равно есть и наш мозг так устроен что нам нужны какие-то четкие определения для того чтобы ты понимал вообще что это такое как вообще с этим жить и вообще нужно ли мне это ну и где в книгах я не нашла никакого такого натика осознанное творение это да там дефис и тебе там дается какое-то научное обоснование это больше какие-то размышления людей которые тоже находятся на пути своего развития которые пользуются подобной терминологии для меня осознанное творение состоит из двух слов которые собственно и определяют предопределяют вот это смысловое наполнение ну во первых творение это что творить создавать то есть значит я что-то я творю и создаю в своей жизни осознанное это значит для меня что я ничего не пускаю на самотек но вот здесь сразу хочу сказать что это не контроль потому что кто-то из вас может у меня так это и есть для меня контроль был намного моей жизни раньше когда я контролировала все я контролировала свою жизнь 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 своей семьи своего первого мужа своего ребенка понятно как собственник бизнеса я контролировала рабочие процессы в коллективе своих людей чтобы понимать как выполняются поставленные задачи когда я говорю осознанное творение для меня возникает четыре функции первое это контроль мыслей второе это контроль чувств и эмоций третье это контроль действий и четвертое контроль окружения о чем это говорится прежде всего должно быть понимание того что я живой человек но я сейчас говорю о себе что я живу человек у которого есть свои взлеты и падения эмоциональные так вот когда мы говорим о итак для меня осознанно когда мы говорим осознанное значит я понимаю что происходит в определенных сферах моей жизни и что происходит внутри меня то есть осознаю да откуда слово осознанно осознаю значит я нахожусь в присутствии они в состоянии аффекта когда что-то происходит то есть я делаю как выполняю определенное действие или я что-то говорю или о чем-то думаю не находясь под влиянием каких-то эмоций которые сейчас мной владеют а я понимаю к чему могут привести вот эти мои необдуманные мысли и действия которые я произнесла под влиянием эмоции значит что у меня возникает осознанность и отсюда возникает четыре сферы которые мы осознанно начинаем отслеживать если вам нравится слово контролировать пусть будет слово контролировать но контроль звучит более как бы жестко с системой большие не наказание а вот здесь когда для меня осознанность это значит я понимаю с какой целью я это делаю и мы тогда говорим для меня очень важно осознанное отслеживание своих мыслей отслеживание или контроль своих эмоций и чувств отслеживание или контроль своих действий и безусловно оценка понимание того в каком окружении я живу когда мы говорим о своих мыслях вот здесь я уверена что каждый из вас кто сейчас смотрит это видео вы знаете что в жизни у каждого из нас есть взлеты и падения есть дни когда мы в хорошем настроении и какие-то у нас там мысли вроде в голове приятные радостные мы в этот мир в этот миг мы любим весь мир бывают дни когда мы с вами в расстроенных чувствах и нам все плохо мы себя жалеем пытаемся найти и кого-то обвинить своих на гарандах так вот контроль мысли это не означает что это не сводится вот к позитивному мышлению помните как примитивно звучание не говорите приставку не и будет вам счастье я сейчас даже не за позитивные мысли да что только мыслить позитивно контроль мысли это когда ты понимаешь куда идет твоя ментальная энергия ты о чем сейчас думаешь даже сейчас не вопрос как ты думаешь какие какими речевыми или мыслительными формами а момент того куда направлены твои мысли ты твои мысли направлены на переживание пережевывание каких-то прошлых каких-то ситуаций то есть ты понимаешь что это не просто мысли а туда идет вот если мы здесь говорим целостное моя вот это вот целостное мое тело и физическое ментальное эмоциональное ну астральное все те тела которые у нас есть так вот и тогда когда я говорю сейчас для себя контроль мыслей и если я вдруг выпадаю и начинаю о чем-то слишком много думать я понимаю что и начинаю ходить по кругу я себе говорю стоп куда я сейчас направляю свою мыслительную энергию я сейчас зачем об этом думаю как это влияет на мою на мое сегодня и что я закладываю на свое завтра то есть обязательный важный аспект контроль своих мыслей что я думаю почему я об этом думаю с помощью каких слов эмоций вот эта мысль во мне живет и как много энергии я туда вкладываю это первый аспект когда мы говорим о мыслях второе когда мы говорим об осознанном обслеживание или контроле своих эмоций ну мы все да мы знаем разные психотипы сангвиники холерики меланхолики и так далее да то есть люди есть которые есть экстраверты и интроверты ну в общем градации типологии личности их множество и наверняка каждый из вас знает какой вы человек по характеру кто-то более спокойно рановешенный кто-то более взрывной до любая вот такая какая-то даже мелочь может вызвать боль у мыслей и большую реакцию там какую-то чрезмерно эмоционально то есть каждый из нас знает свои эмоции так вот здесь очень важно для себя научиться отслеживать каких эмоциях я нахожусь большую часть своего времени и стараться вот эти эмоции сводить к состоянию ну если так можно сказать нуля или гармоничного баланса равновесия то есть я сейчас нахожусь не плюс радость и счастье не в минус горе все пропало а я нахожусь состоянии нуля мне внутри хорошо я спокойно я внутри комфортно себя чувствую вот это было бы замечательно и я сейчас вот скажу вам да я стараюсь последнее время находиться вот в этом состоянии внутреннего баланса вот такого внутреннего нуля конечно бывают какие-то события связанные например с моей мамой или с моей дочери с моим мужем со мной какие-то мысли естественно я человек я не могу сказать что я не роб да я не выключила все эмоции и у меня там постоянный ноль в чувствах нет конечно но я сейчас когда говорю себе я сразу себе так ты сейчас вот это что испытываешь вот это сейчас какое чувство какая у тебя сейчас эмоция ты сейчас вот в нее погрузилась что она тебе дает на первый взгляд возможно вам может показаться что начинается такая жизнь неинтересная а что там постоянно себя контролировать а когда жить и когда просто я хочу жить просто не контролировать что это дает это дает сохранение внутренней энергии я не истощаю себя эмоционально я нахожусь в наполненном состоянии да потому что мы все знаем что любой плюс и минус мы как бы вау волна радости мы там что-то испытываем радости а потом так или иначе но любой любой пик всегда идет на спад или неважно ли мы падаем вниз пропасть каких-то негативных переживаний ну и потом потихоньку выкарабкиваемся так вот вот это вот прямая линия это точно наше желательное состояние в котором мы можем осознанно рассматривать себя внутри и смотреть на мир который нас окружает я надеюсь вы сейчас со мной вы понимаете чем я говорю да первый контроль мысли сейчас осознанное наблюдение за своими эмоциями и здесь если вы начнете наблюдать за этим вы сможете узнать о себе очень много нового когда вы будете себе задавать вопрос а я почему так вот я сейчас что испытываю а почему так гневаюсь а почему мне такая злость раздражение а вот давай покопаемся откуда оно пришло что на самом деле вот эта злость у меня а какая первопричина и чаще всего вы будете удивляться что будет задействовано ваше эго когда задето ваше самолюбие что кто-то что-то сделал не так это не просто злость не просто агрессия а если вот совсем глубоко копнуть то чаще всего вот наш нами руководит наше эго потому что я думаю что вы это со мной согласитесь большая часть людей мы все мечтаем чтобы мир вообще вращался вокруг нас и но мы все знаем кто знает как нужно правильно каждый из нас понимает что я то знаю как нужно правильно для тебя для тебя для тебя и хотелось бы чтобы таким было и конечно если так что то не происходит мы очень сильно по этому поводу расстраиваемся ну и злимся агрессируем и так далее то есть здесь возникает отсюда работа со своим эго работа со своей гордыней работа со своей самостью насколько я хочу возвеличить себя свою правильность по отношению к другому миру контроль мысли контроль чувств эмоций контроль действий естественно если вы знаете себе что вы человек который иногда вот сначала сделает а потом подумает вот это вот конечно для вас когда вы себе говорите прежде чем я принимаю какое-то решение и что-либо делаю я все-таки сейчас ввожу себе новое правило я не наступать не начинаю никакие действия ранее чем через предположим через 20-30 минут час или только на следующий день как вариант я не говорю что вы должны так делать но это вам даст возможность остыть и принимать решение о своих действиях уже с более холодной головой какими-то осознанными такими мыслями и пониманием последствий за свои действия то есть для меня сейчас действия это не просто что-то сделать а я сейчас говорю не только почему я это делаю с какой целью я себе задаю вопрос а вот какой результат я получил вот мне этот результат для чего нужен как этот результат встроиться в мою настоящую жизнь я это понимаю мне этого действия сейчас она у меня необходимо как оно встроиться в мою жизнь и этот вопрос меня осознанное понимание к действиям и оценка результата это не означает что это меня останавливает я прекращаю любые действия нет это мне тогда говорит что я на самом деле понимаю для чего я это делаю а не то это какое-то спонтанное решение под влиянием моих эмоций или под влиянием системы или влиянием других людей то здесь очень важный тоже аспект на который я сейчас сама обращаю внимание но и буду рада если вам это откликнется контроль окружения осознанно для меня сейчас очень важно осознанный выбор того с кем я общаюсь что я смотрю что я читаю это не означает что я смотрю только исключительно читаю или смотрю видео фильмы книги касательно духовного развития и только что это все велико нет иногда я тоже смотрю какие-то веселые беззаботные фильмы или телешоу ну потому что мне мозг иногда должен просто просто отдыхать но я сейчас понимаю что я прекратила смотреть какие передачи я не смотрю с какими людьми я минимизирую общение я сейчас заметила что я очень реагирую на людей которые на все жалуются и я практически минимизировала при присутствии таких людей в своей жизни в своем окружении минимизировала вообще общение с этими людьми почему потому что мне не хочется тратить на них свою энергию и я с большим удовольствием лучше посмотрю что то что меня будет вдохновлять развивать и растить внутри мою целостность нежели я просто буду с кем-то встречаться сплетничать и я просто понимаю что мне это уже не интересно то есть вот для меня сейчас вот этот мой жизненный процесс мой жизненный путь помимо какой-то какой-то моей повседневной рутины он связан с этими такими действиями которых я вам сейчас рассказала что мне помогает с помощью каких действий каких практик я для себя нахожу какие-то ответы ну безусловно как я уже сказал я смотрю очень много фильмов документы я смотрю какие-то видео я не могу сказать что у меня есть один учитель я сейчас выбрала себе несколько человек кого я слушаю кого смотрю кто мне созвучил эти люди периодически меняются потому что кого-то я уже прослушала и я поняла что этот источник я исчерпала вполне возможно что это моё неправильное мнение но в конкретный может быть я туда еще к этому человеку вернусь но вот в этот момент мне уже например не хочется его смотреть и слушать я ищу кого-то другого как бы не хочется идти дальше безусловно я смотрю какие-то видео я медитирую вы можете поискать очень много о том как медитировать но сейчас информации чего чего информация очень много вы можете поискать подсказки как медитировать и чтобы я еще здесь рекомендовала я вот медитирую утром и вечером два раза в день утром как только просыпаюсь у меня есть несколько медитаций я их на ютюбе нашла и я ставлю себе утренняя медитация на успешный день и они разные у меня сейчас есть разных три то есть иногда я слушаю все три они не длинные где-то 10-15 минут иногда я слушаю только одну и когда я чувствую что вот у меня этой одной медитации мне хватило достаточно я вот почувствовал внутренний настрой я заканчиваю иногда вот я нахожу в состоянии и я чувствую что мне хочется еще что-то послушать я не хочу подниматься вот я чувствую что мне еще не хватает вот этой внутренней энергетической собранности я еще что-то слушаю я стараюсь иногда ленились признаюсь честно но стараюсь выполнять комплекс утренних упражнений я нашла несколько несколько разных видов зарядок это и лимфатическая гимнастика и суставная гимнастика то есть я что-то делаю растяжки для себя для спины для суставов то есть мне это приятно осознавать что делаю что-то для своего тела большое значение для меня имеет музыка сейчас этой музыки тоже очень много разное это может быть просто танцевально я люблю утром уже готовлю завтра включаюсь в танцевальную музыку и сама там чего-то пританцовываю что-то делаю и еще потом могу минут 15-20 потанцевать если я рисую я оставлю себе какие-то нахожу мелодии их тоже очень много медитации там без слов только музыка исцеляющие медитации там какая-то музыки хилинг оздоравливающие какие-то мелодии сейчас уже очень много важно найти то что с вами резонирует например я рисую им вот музыка звучит и мне очень приятно просто вот и я понимаю что эти хорошие эмоции тоже они передаются на работу на картину на которой я работаю очень важный аспект который я считаю хорошо было бы чтобы он тоже был общение с единомышленниками с людьми с которыми вам интересно было бы обсуждать вот ваш путь ваш путь духовного развития что вы понимаете что вы чувствуете потому что помимо того что мы накапливаем какую-то информацию знание практике мы меняемся и нам так свойственно общаться с общающиеся сосуды передавать друг другу я вот узнал это мне созвучно вот это а мне как-то вот не зашло вот это найти людей с которыми вам вы будете резонировать и вам будет интересно общаться и это очень важно качественное общение когда вы на одной волне вам обоим какой-то вам вашей группе людей вот это интересно членом вот этот путь который вы для себя избрали поэтому ну конечно как я говорила хорошо чтобы был учитель с которым вы можете общаться например это не дать ли там психолог коуч это может быть я вот смотрю на ютюбе много вас меня сейчас удивляют и удивляет и радует большое количество молодежи ну для меня это молодые люди там 25-30 лет пробужденные которые какие-то рассказывают вещи что с ними происходит как они видят мир и я восхищаюсь этими молодыми людьми я сейчас не говорю что они мои учителя но они для меня могут быть какими-то проводниками то есть ну хорошо тоже иметь учителя с которым вы можете какие-то моменты обсуждать человек который знает и умеет больше чем вы на тему осознанного творения можно говорить бесконечно вот то о чем я говорю это значит что я когда когда я говорю об осознанном творении своей собственной жизни это значит что я задумываюсь как я живу сегодня это не о нашей бытовой рутины социальной жизни да какая у меня работа сколько какой у меня доход где я живу что я хочу купить куда я хочу поехать это тоже нормально это часть нашего физического плана нашей реальности но когда мы говорим об осознанном творении здесь уже понимание того как тонкий план наши мысли и эмоции влияет на наше физическое тело и на нашу реальность которой мы живем и когда ты начинаешь видеть вот эти взаимосвязи уже хочется себе совсем другую жизнь намыслить на на эмоционировать привести какие-то действия поэтому вот этот девиз осознанное творение он сейчас очень близок мне если я вас заинтересовала этой темой это много очень информации вы можете найти я планирую еще записывать видео на эту тему делиться своими какими-то находками напишите мне будет интересно насколько эта тема откликнулась вам и я считаю что вот эта вот тема осознанного творения она дает человеку совсем другое ощущение своей собственной жизни знаете как-то мне сейчас такая осень пришла в голову мы как-то с мужем ехали в вечернее время ну понятное дело что вечером трафик безумный и шесть на хайвэе ехали шесть полос в одну сторону шесть полос в другую видишь это бесконечные ряды машин в которых сидят люди и я говорю мужу смотри роботы в своих коробочках возвращаются домой я не знаю откуда у меня это возникла эта метафора это сравнение так вот я считаю что осознанное творение это не значит что мы не будем возвращаться домой или мы не будем ходить на работу но вот это вот осознанное творение оно творение своей жизни оно наполняет жизнь совершенно другим звучанием дает такую вкусность важность значимость для себя дает некий внутренний центр и дает совсем другое ощущение совсем другое внутреннее звучание ну вот рассказала постаралась коротко чтобы не как говорится рассусоливать долго напишите мне мне очень интересно какие мысли у вас возникли буду рада поделитесь до встречи пока пока вот все вот